Меня на самом деле в процессе работы мало чего разочаровывает, потому что я, конечно, понимаю, во что я ввязалась, когда начала преподавать, но всё-таки есть одна маленькая вещь, которая реально меня печалит. Вот от слова прям вот сильно. И это будет абсолютная вещь, которую вообще вы даже не ожидаете. Это то, что у современных учеников, у большинства из них нет физического словаря. Да, вот я такая душнила, я не знаю, скучная, непонятная такая, вся, может быть, какая-то несовременная или что-то ещё в этом плане, в педагогическом, например, ну или просто как человек, не очень. Но на самом деле я, правда, этого не понимаю. Я вспоминаю себя, когда я пользовалась словарём, даже когда, собственно, были всякие интернеты, телефоны и так далее, когда можно было там, ну, приложений прям отдельных не было, но там, например, какой-нибудь, ну, сайт, там, Яндекс, опять-таки, то же самое, да, когда можно было зайти, посмотреть всё и получить быструю информацию. Я, конечно, всё равно вспоминаю, вот, что приносило больше результата, что приносило больше пользы мне лично, да, как бы, то есть я вот в этом плане себя вспоминаю. Понятное дело, что, как бы, мой подход, он не универсален, ясное дело, кому-то это вообще не надо, кому-то прям надо сильно даже ещё больше, чем мне, например, и так далее. Ну, в общем, как бы, всякие перекосы в разные стороны можно находить, вот. Но я вспоминаю себя, я понимаю, что когда я искала вот в этом огромном Талмуде, хотя он был такой небольшого размера, но такая плотненькая, такая толстенная книжечка, вот. И я прям вспоминаю, как я там всё это искала. Во-первых, я, конечно, всегда пугалась этому объёму слов, который появлялся передо мной каждый раз, когда брала эту книжку, этот словарь. И в то же время я как-то, наверное, понимала, что, вау, английский прям большой. То есть английский что-то больше, чем mother, father, sister, brother, или даже, например, там что-нибудь там типа London is the capital of Great Britain и так далее. То есть, в общем, как бы я понимала, что есть чему стремиться расти. И вот, наверное, кстати, это как-то на подкорку. Поэтому мне вот, знаете, вот загрузило какое-то понимание, ощущение того, что надо чуть спокойнее относиться к тому, что даётся в школе. Потому что словарь-то огромный, спасибо, что нам столько сразу не дают. А там вот хотя бы 15-20 слов как бы тоже стресс, тоже бесило, раздражало в чём-то, не хотелось, хотелось как-то убегать от этих моментов и так далее, вот, чтобы в зону комфорта какой-то прийти и прочее. Но в то же время как бы всё равно эти 15-20 слов как бы спокойнее изучались. Больше так мы их принимали. Ну, плюс, конечно, что у нас такой был формат, конечно, работы, чтобы понимали, что назад дороги нет. Но, тем не менее, даже этот момент всё-таки как-то вот подсознательно как-то вот небольшую какую-то такую вот лепту вносил в то, что, я воспринимала английский чуть проще и спокойнее именно, а не вот это вот... Там пять слов выучил, о май гаш, всё, это беда, всё. Мне надо другие пять слов какие-то забывать. То есть, как бы этого не было, да, какой-то лишней паники не происходило. Итак, ну что, настроила свои капризные волосы сегодня после погоды на улице, такой влажной, у меня они прям закучерявились, теперь не знаю, что с ними делать. Ну, так вот, в общем, продолжаю, да, давайте по делу. По поводу дальше словаря. Когда я искала слово в Талмуде, мне крайне сильно не хотелось снова его пытаться искать, потому что, понятное дело, с первого раза я его там бы не находила, потому что, ну, делать заметки на каждое слово, это, кстати, с ума, да, то есть тоже. Поэтому никаких заметок не было, просто книжку как в первый раз открываешь, и ищешь слово как в первый раз. И это время, да, и поэтому я очень сильно хотела его запомнить как можно быстрее. Да, я как-то хотела его записать куда-то, а это на самом деле тоже процесс работы, и это очень такой тонкий тоже момент. Вот, да, это, конечно, не какая-то там прописка по сто пятьсот раз этого слова и так далее, которая, может быть, вообще даже не помогает обычно. Вот, ну, в общем, как бы всё равно чуть-чуть слово приживалось, уходило как бы в память и откладывалось там всё-таки, да, как-то впитывалось, да, собственно. Вот. Когда я пользовалась Гуглом, я потом слово, через пять минут после того, как мне надо было где-то сказать или там просто записать куда-то, я его забывала. Я просто тупо, то есть как бы не вгружала в себя, а просто держала информацию где-то вот не до конца, да, вот не до конца в голове. А держала, знаете, как на съёмном носителе, грубо говоря, если так можно, наверное, сказать, не знаю. Вот. Просто съёмный носитель, он у меня где-то есть, я знаю, что он у меня есть, если надо, я туда это всё вот как бы в голову прогружу для одной секунды произнесения просто этого слова и выгружу обратно, да, то есть как бы, ну, очень-очень доступный, очень простой вариант. То есть слово не добывается, слову не даётся, не отдаётся должного как бы внимания, если можно так сказать. Я, опять-таки, конечно, сейчас не ультра как бы там топлю за то, что надо знать английский всем и вся и так далее. Вот. Я просто про всё-таки какой-то, ну, базовый подход. И я правда удивляюсь, когда ученики, ну, прям большинство вообще имени пользуются, у них вообще их даже дома бывает нету. И вот это меня ещё больше удивляет, то есть даже у родителей их, например, каких-то там нету, да, эти словари, так, чтобы они их как-то по наследству передали. Вот. У нас, например, дома было такое, допустим. У нас там, может быть, небольшая книжка, потом мне лично как бы словарь такой подарили, вот, и такой небольшой. Но, тем не менее, это было. Это было. И это реально всё-таки приносило больше пользы. Опять-таки, когда дети в школе учатся, конечно, для них это стресс, это колоссальная беда. Это всё понимают. Вот. Это пытается как бы избежать, это пытается что-то как-то обойтись без этого, это пытается обесценить что-то и так далее. То есть, ну, очень часто возникает сопротивление как бы знаниям, да, форматы, в которые знания подаются, люди, которые подают информацию и так далее. В общем, там куча всяких факторов, да, которые могут как бы отдалить. Вот. Но в то же время реально вот этот возраст, когда просто ребёнок как раз-таки у него, ну, закладываются какие-то там знания, которыми он реально потом будет пользоваться в жизни или просто понимает, что это есть, может быть, и не активными пользоваться, но просто знать, если что, это хотя бы так выстрелить туда-сюда и как бы верно. И там на пользу, там, в поездке, например, где-то или в каком-то, не знаю, там, путешествии или что-то ещё, или в переписке в рабочий какой-нибудь с кем-то на английском языке, да, хотя бы базово просто человек будет понимать, что примерно куда там, что, какой степь Google переводит, грубо говоря, там, или Яндекс тот же самый, да. Вот. То есть хоть как-то, но аналитически он будет это делать и как-то будет просматривать, фильтровать это. Вот. А так, ну, просто загуглил, и всё это забылось, это забывается. Это очень-очень часто, да, конечно, бывает, всё-таки запоминаются слова, которые прям часто встречаются, которые часто используются в заданиях, в домашках, например, ребёнка, ну, так или иначе, он просто вынужден будет запомнить, потому что оно прям совсем уже мусолит и мозолит глаза, скажем так, да. Вот. И поэтому он это запомнит. Но это далеко не всегда, это далеко не про всё. Английский, тем более в более старших классах, это про такие более частные какие-то примеры, более частные форматы работы, какую-то лексику, да, которая связана с какой-то конкретной категорией, какая-то историческая составляющая, там, тему культуры, политики, экологии. Вспомните, да, как, не знаю, у нас, по крайней мере, не знаю, так было, я просто чувствовала, что мы там то просто там Министерство экологии, то Министерство здравоохранения, у нас там такие темы были в нашей программе, ну, что просто мы, Аки, реально министры какие-то были, вот, то мы там соцзащита какая-нибудь, вот, и говорим о теме семьи и вот этом всё, мы как это в ценное, значимое или нет и так далее, вот, дискуссии там какие-то разные, да, и прочее. В общем, как бы, очень-очень такие секторные, фрагментарные уже какие-то знания, которые частные, да, то есть не общие какие-то темы, да, которые суперпопулярные, или какие-то слова, глаголы и так далее, а уже что-то более точечное. И вот, конечно, в таких моментах, это, конечно, когда ребёнок пользует словарём, это, ну, больше пользы приносит у ребёнка, действительно, это больше откладывается, и, как бы, оставляется вот эта широта, восприятие, как бы, языка и вообще мышления, да, то есть, как бы, вот по таким-то факторам можно смотреть, да, как бы, по таким каким-то критериям, по таким каким-то словам и так далее. Понятное дело, не всё сразу, это вот тоже, как бы, учатся, пробуют, но чем дальше лексика идёт, вот, тем, как бы, конечно, круче, и вот жалко, что и дети, да, и, как бы, и родители тоже не помогают, не показывают, что это, как бы, ну, чуть-чуть сейчас, да, но чуть-чуть про страдание, чуть-чуть немножко про дискомфорт, про большую трату времени, да, то есть, кто-то не позалипает в компе лишние 10 минут, да, но зато, ну, это принесёт какую-то пользу, и тут, конечно, ну, вот, ну, такой момент грустный, потому что, действительно, кто-то это прям понимает и говорит, и советует действительно детям, и прям очень рекомендует, поддерживает это, да, то есть, как бы, чтобы ребёнок тратил на это время, как-то поощряют это, ну, а кто-то сам это считает, что это нафиг не надо, скажем так, вот, и, ну, что тут поделаешь, да, вот, а, как бы, педагог тоже, ну, не всегда будет тратить на эту энергию, если понимают, что ребёнка просто не надо, и у ребёнка другие задачи в рамках изучения языка, например, да, просто домашку делать, вот, это, кстати, тоже такая интересная тема, вот, в общем, дорогие мои, если вы слушаете меня как педагога, пытаетесь каким-то советом моим как-то, может, следовать, ну, заморочить словарём, правда, всё-таки это сложно, но через это вот перелопачивание, через эту практику, ну, мне, по крайней мере, кажется, что польза будет, вот, если вы педагог, напишите, как вы вообще со словарями, вербуете вы своих учеников, то, чтобы они покупали эти словари, эти книжки, или нет, или считаете, что это вообще всё не нужно, это всё бред, напишите, пожалуйста, и тоже, если вы родители, ученики, в общем, дайте какую-то обратную связь на эту тему, как у вас, как у вас обстоят дела, потому что это, конечно, хорошая история, пожалуйста, буду, в общем, ждать ваших комментариев, напишите что-нибудь, будет интересно почитать. Вот. Продолжение следует...